Приветствую вас! Во-первых, хотел бы тоже поздравить вас с днем рождения, пожелать вам всего самого наилучшего, всего самого доброго, всего самого светлого. Вот. Вы знаете, мне кажется, вы немножечко неправильно понимаете задачу психологов в принципе, что вы говорите, что ничего не хотите, просто хотите совета, как вести себя так, чтобы у вас не выпирали ноги. Понимаете, если бы вы знали, как вести себя, ну вот, как себя вести таким образом, да, подобным образом, если бы вы знали, как себя вести, то вряд ли бы вам была бы нужна наша помощь, потому что у вас были бы все инструменты на руках. Вот. А раз вы не знаете, как себя вести, вот, раз вы не знаете, как и что вам делать нужно, то в таком случае получается, что одним советом, одним советом здесь не обойтись, не обойтись здесь одним советом, понимаете. Психологи не могут давать советы, потому что в процент случае получается, что мы берем ответственность за вашу проблему на себя. Это не является чем-то позитивным и полезным для вас. Понимаете, то, что вы ведете себя так, что вас вытирают ноги, связано с определенным восприятием себя, с определенным позиционированием себя, связано с отсутствием личных границ. То есть вы не отделяете себя от другого человека. Мед вами и другим человеком как будто не существует никаких барьеров, хотя они необходимы. В этом контексте я могу порекомендовать вам книгу Таусинда «Барьеры». Она бесплатная, ее можно бесплатно скачать в интернете. Вот. Там описывается, в этой книге христианского психолога, описываются трудности именно ваши. И в этой книге достаточно подробно рассказывается, как и что нужно делать. Но у меня есть ощущение, что глубинно работать над собой вы не готовы. Но есть ощущение, что меняться вам будет достаточно тяжело и что вы не хотите меняться. Но без внутреннего изменения, без внутреннего желания измениться, без внутреннего желания перемен, у вас, я так полагаю, не получится решить свою проблему. Потому что ваш мужчина, ваш мужчина относится к вам так, как вы позволяет, понимаете? Вот. Мужчина относится к вам так, как вы себя видите. И это очень важный момент. То есть вам нужен не совет сейчас, а вам нужна именно работа. Индивидуальная работа. Вам нужна индивидуальная работа с психологом. Вот. Но хотите ли вы работать? Будете ли вы работать? Готовы ли вы это делать? Ну, готовы ли вы этим заниматься? Это, на мой взгляд, очень, конечно, большой вопрос, да, потому что из вашего текста непонятно. А еще хочется сказать, что вы попали в так называемую позицию жертвы. Вот. То есть вы оказались в позиции жертвы, когда от вас, вот лично от вас, вообще практически ничего не зависит. То есть, когда вы, ну, ни на что не можете, как будто бы, повлиять. Вот. Понимаете? И вот этот момент очень важно, как бы, вам увидеть. Вам очень важно увидеть этот момент. Потому что, если вы находитесь в этом состоянии жертвы, в этой, ну, в этой, в этой вот, в позиции жертвы вы находитесь. Что, по виду жертвы, можно и нужно, эм, скорректировать. При, ну, при желании, при желании, э, значит, э, можно и нужно, э, по виду жертвы, э, поменять. Вот. Но, для этого, чтобы ее поменять в позицию жертвы, э, вам нужно, э, взять на себя ответственность за то, что происходит. И, э, вероятно, перестать избегать ответственности. А, сейчас, то, что вы делаете, вот, вы, вы именно ее, ее, к сожалению, избегаете. И отсюда, все ваши глобальные трудности, э, возникают именно, ну, именно по этой причине, э, возникают, возникают глобальные трудности. Ну, вот, потому что, э, вы, ждете, э, что люди изменят, изменят к вам, э, ну, отношения. Вот. При этом, вы игнорируете возможность, э, 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 своего, э, ну, своего собственного выбора. Вот. То есть, то, что вы, э, э, сами отвечаете за, э, свой выбор, да, вот, это вы игнорируете. К сожалению, э, э, отсюда, э, соответственно, и проблема возникает. Поэтому, э, э, любой совет, э, э, который мы можем дать вам, э, э, вами, скорее всего, будет, э, э, ну, воспринят, достаточно, э, негативно. Вот. А, потому что, э, ну, вам будет казаться, что, э, э, это слишком, ну, э, тяжело, например. Сейчас это слишком много, э, э, запрат временных и, э, э, психологических от вас потребует. Вот. Вот тут нужно именно, э, э, уловить, э, вашу потребность в том, чтобы, э, э, ну, чтобы сделать так, как вы хотите. То есть, именно ваша потребность в этом, э, является главным направляющей силой. Смотрите, вы пишите, э, 4 года назад познакомилась с мужчиной, 3 месяца назад у меня стала проблема с жильем. Он предложил переехать к нему с условием, что я буду оплачивать за жилье 15 тысяч в месяц. А, понимаете, как? Тут очень важно понять. Мужчина, он, э, 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 с вами выстраивает отношения близкие. То есть, вот, именно интимные близкие. И тогда, э, финансовый вопрос решается, э, э, ну, исходя из, э, вот, этого аспекта. Либо, э, если вы, э, э, все-таки, э, если у вас отношения, э, э, в большей, э, степени, э, деловые, да, то, соответственно, э, э, исходить нужно из этого, из того, что отношения ваши, э, э, чисто, деловые. Вот. То есть, мне кажется, э, э, мне кажется, э, э, что здесь нужно, э, вам, э, определиться, э, э, ну, именно с тем, э, какого рода, э, отношения вы, в принципе, э, выстраиваете с человеком. Вот. Потому что сейчас, на данный момент, э, я бы сказал, что это, э, ну, это не совсем понятно. Вот. Вы знаете, как, какого рода, какого рода отношения вы, 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 выстраиваете. Ну, э, 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 мужчины. Дальше. Э, обратите внимание на то, что вы, э, соглашаетесь. Эм, э, э, переехать к мужчине, да. Эм, вот. Очевидно, на, э, э, его условиях вы согласились переехать. Что является как бы, ну, показателем, то есть вы согласились переехать. Я вас сейчас не обвиняю, да, вот, но просто призываю вас вспомнить об ответственности. Дальше, так, я не одна с дочерью, а он выделил нам одну из комнат, это мы оставались в близких отношениях. Значит, смотрите, забегая чуть вперед, да, ну, немного, забегая немного вперед, я думаю, что ваши отношения, они выстраивались, ну, определенным образом изначально, потом что-то изменилось. И вот, очень неплохо было бы понять, что, собственно говоря, изменилось у вас, ну, между вами. Когда изменилось? Потому что это очень важный аспект на самом деле. если вы выстраивали отношения одним образом с мужчиной, ну, вот, а теперь вы выстраиваете как бы, ну, другие отношения с мужчиной, если они у вас, ну, просто, просто по-другому выстраиваются, да, вот, что это нужно исследовать. Нужно исследовать, как конкретно, ну, меняется, меняется ваше отношение. Дальше. Так, при этом мы оставались в близких, покупка, покупка продуктов и готовка тоже легло на мои, легло на мои плечи. А он, кроме хлеба, никогда не покупает. Ничего. Ну, смотрите. Значит, если вы говорите, что человек никогда ничего не покупает, да, вот, ну, вам, или, там, просто из-за продукта, то, опять же, вы, вы сами, а, как бы, ну, соглас, соглашаетесь, вы соглашаетесь на то, чтобы с этим мужчиной, да, вот, в отношениях быть, вы согласились с ним быть в отношениях, вы согласились на то, что он ничего не покупает, вот. С дочкой отношения не сложились, у них, соответственно, они не общаются. А, они должны были. При этом он требует от меня внимания и заботы. Ну, вот смотрите. Это значит, требует, да. Это, вот, ну, его требования, требования к вам. Они имеют место быть, а, потому что вы позволяете этим требованиям, а, как бы, иметь место. Почему он требует? Потому что может. А почему может требовать? Дальше. А, продолжает петь мне песенку про любовь. То есть вы ему не верите. Я так понимаю. А у меня безвыходная ситуация, съехать сейчас не могу, не могу. Потому что оплачивать учебу в институте и нету денег на снять отдельный КВ. Гуля, я вам скажу такую вещь, что вы, знаете как, вы ответственны за свою жизнь, сами, да, вот. Вы сами ответственны за свою жизнь. И поэтому, когда вы, например, решаете, что, ну, когда вы решаете, допустим, что у вас нет возможности съехать, потому что нужно платить за учебу в институте, да, при том, что очевидно, что вы платите не для себя за дочь, а, как бы, исходя из вашего, ну, предыдущего, допустим, вопроса, можно сделать такой вывод, что дочка у вас достаточно разбалована, вот, то, как бы, жертвуя собой ради нее и оплачивая ей, оплачивая ей тот же институт, а вы, по сути, делал лишь только ей вредите, вот. Понимаете? Вот, соответственно, такая история. То есть очень важно, чтобы вы определились, вот именно определились для, ну, для себя, чтобы вы определились для себя, что вы хотите, что для вас все-таки, все-таки важнее всего, понимаете? Вот. Или, собственно, недависимость, или обучение дочери, которая этого на данный момент не ценит, да, вот. Дальше. Дальше. А, да, как-то чувствую себя, что меня используют за односко-нотистопотребительские. Ну, правильно, вы так себя поставили. Как не вести себя в такой ситуации, чтобы что? Вести себя в такой ситуации, чтобы что? Потому что в доме ужасная обстановка. Я, как голос мира, приходу с работы, дочь как-то не тянет, она тоже все-таки не одна. И это ее выбор. Это ее выбор, если быть одной. Вы не позволяете дочери принять на себя ответственность за свое решение. Вы не позволяете дочери принять ответственность за свое решение относительно выбора своего. А, так, дальше. Хочется ей поделиться со мной со своими новостями, просто с мамой поговорить. А друзья ее. То есть, вообще, знаете, есть некое противоречие. Это в том, что вы писали в первом вопросе, что с дочерью вам очень тяжело общаться, что у вас с ней отношение как кошка с собакой, и что она чуть ли не ненавидит вас. А в этом вопросе вы уже пишите совсем, ну, совсем другие вещи. Поэтому я бы сказал, что это в некоторой степени странно, и это противоречие. Дальше она обещается, я сразу не подхожу к нему, потому что она не разговаривает, ставит условия или он, или она. Но это опять же говорит, потому что вы отношения смешанные, а вы выстроили с определенным ущербом для себя. Дальше, дальше, дальше. Так, со мной не разговариваются это слово, я или он, или она. Да, не знаю, с кем ужинать, а колка-то и капуста. Как бы, знаете, и вы пишите, что не знаете, с кем ужинать. То есть, у вас выбор. Да? Вот сейчас выбор. То есть, вы поставили себя в ситуации, когда любое решение оставит кого-то недовольным. И то, что кто-то будет недовольным, для вас является неприемлемым. То есть, вы пытаетесь всем угодить. Как вам и сказали мои коллеги. Так, я работаю по 13 часов на ногах. Опять же, Гуля, вы поймите, что это ваш выбор. Это никто не заставляет. При какой-то работы уставьте, я хочу тоже отдохнуть. А, что вы делаете? Вот реально, что вы делаете для того, чтобы отдохнуть? Реально. У меня почти каждый день разборки мирового масштаба. Ну, так как, если люди видят, что от вас можно требовать, если люди видят, что вас можно использовать, почему бы и разборки не устраивать. Устала очень. Что вы делаете? Опять же, что вы делаете для того, чтобы консенсировать свое усталость? Когда встречались, были совсем другие отношения. Никогда не делал никаких подарков. Никогда никуда не приглашал. Просто мне это очень красиво. Говорят, женщины любят ушами. Вот я и повелась. Смотрите, ну, здесь вы, во-первых, сразу же снимаете в себя все ответственность. Говорят, что женщины любят ушами. Потому что, да, женщины могут быть и любят ушами. Но, как бы, мужчина характеризуется не словами, а мужчина характеризуется делами. Вот. Если вы позволили мужчине с вами быть, если вы позволили мужчине с вами быть, при этом он за вами никак не ухаживал и ничего для вас не делал, то это, опять же, ваш выбор, это, опять же, ваше решение. Так. Сейчас он ведет себя так, как будто я ему время что-то должна. Вы и сами считаете, что вы всем должны. Типа он спустил меня к себе в квартиру, все. Сегодня у меня ДР, я сижу вот в комнате, пишу вот это письмо счастье вам. А что есть? Письмо счастье. Гуля. Так. Он со мной не разговаривает, что я наказан, выйти из комнаты. Вы наказаны. Это как? Как взрослый человек может наказать другого взрослого человека? Выйти из комнаты тоже как-то не очень хочется. Утром увиделись случайно. Близнея слова поздравляю, я ничего не хочу. Так. Выйти из комнаты тоже как-то не очень хочется. утром увиделись случайно, принятого поздравляю, я ничего не хочу, просто хочу от вас совета, как мне себя рецепт, мне не вытирали ноги, вы думаете, что этот вопрос можно решить советом? Я ведь плачу ему за проживание, почему я еще должна унижаться впереди? Не должны, но вы для чего это делаете? Вы это делаете, потому что вам на чего-то не хватает. Помогите, пожалуйста, поможем, если вы дадите нам такую возможность, если вы выберете себе психолога, который раскроет вам ваши ценности и научит вас относиться к себе более значимо, более ценностно, более позитивно, научит вас любить себя. Понимаете, Гуля, момент какой? Поскольку люди в вашем окружении вас не ценят, ну, получается, получается так, что люди вас не ценят в окружении, то вам, естественно, хочется, естественно, вам хочется некой такой поддержки, вам хочется помощи, вам хочется какого-то внимания к себе. В данном случае это можно рассматривать как своего рода компенсация. То есть это компенсаторный механизм той деструкции в отношениях, которые у вас присутствуют. Но ни одна компенсация, да, не может быть чем-то позитивным. Ну, просто потому что компенсация ведет к зависимости, ну, к зависимости, по сути. Вот. И это на самом деле самое печальное, что если вы станете зависимой также и от вопросов, которые вы задаете, то ваша проблема не решится. Понимаете? Проблема решится, если вы будете именно работать над собой. Понимаете? Если вы будете меняться, допустим. Если у вас есть готовность меняться. В этом случае, безусловно, результат будет, и он будет достаточно скоро. Вот. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я отдаю себе отсчет в том, что вам 53 года с точки зрения психотерапии, с точки зрения психотерапии, это тот возраст, когда человеку, конечно, тяжело достаточно, ну, какие-то перемены совершать. Вот. Но, на самом деле, на самом деле, это вопрос мотивации. То есть, если вы, к примеру, осознаете, что ваше поведение очень негативно сказывается на дочери, допустим, которое, по сути, не приспособлено к жизни. Да? Потому что является отражением ваше, несмотря на то, что вы вроде как себя и обеспечиваете, но вы тоже не приспособлены к жизни, в силу того, что, ну, отношения у вас не складываются с людьми, да? Вот. И именно, чтобы дочери помочь, да, чтобы дочери было хорошо, чтобы дочь смогла кем-то стать в жизни. Вот. Вы будете меняться, вы будете что-то делать. Вот это, на самом деле, было бы неплохим таким мотиватором для вас. Понимаете? То есть, ставьте себе более глобальную цель. Цель не просто как получить совет, а цель изменить в своем восприятии себя. Но при этом, при этом, да, и не требуя от себя каких-то вот чрезмерных результатов, не требуя от себя невыполнимых задач, не требуя от себя невыполнимых решений и так далее. То есть, очень важно, чтобы то, что вы от себя, допустим, требовали, чтобы то, что вы хотели, было реально выполнимым. И чтобы тетка понимала, для чего вы это делаете. Понимаете? Сейчас, находясь в этой среде, в которой вы находитесь, вот находясь вот в этой среде, среде мужчины, который предъявляет вам определенные требования, находясь, значит, ну, среде дочери, которая тоже, ну, предъявляет вам какие-то требования, вот. Вы, скорее всего, перемен серьезных не добьете. То есть, здесь, именно вот желательно признать, что у вас есть выбор, и что безысходную ситуацию вы делаете сами. При этом отказываетесь признать, именно признать, что вам эта ситуация не нравится настолько, что вы хотите ее поменять. Да, безусловно, у этого есть, ну, цена, безусловно, у этого есть цена. Цена будет, именно, именно, такая, вот, что дочь, там, к примеру, будет недовольна, или что-то еще. Да, да, все верно, но стоит ли это там? А если не стоит, то какое решение тогда вы можете принять? Вот, на эти вопросы вам необходимо себя ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что вы извлечете за себя что-то полезное из моего ответа. Спасибо.